Всем привет, друзья! Вы на канале Экспиравит. Меня зовут Виталий и я продолжаю играть в фраг-про-шутеры. Сегодня, друзья, я вам объясню, как можно восстановить свой аккаунт. Что делать, если вы удалили и скачали игру заново? И каким образом можно играть сразу на двух устройствах? А также, ребят, я вам объясню, как можно убрать пинки и вообще поговорим о различных настройках. Поэтому, ребят, не забываем поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, кто еще не подписан. И напишите мне свой какой-нибудь классный комментарий. И да, ребят, если вдруг у вас будут какие-то проблемы по фрагу, то тоже мне пишите. Если я смогу, то я вам обязательно помогу. Но если вы захотите, ребят, поддержать мое видео и вообще мой канал донатиком, то по ссылочке в описании, ребят, вы сможете это сделать. А я в благодарность обязательно ваши инициалы покажу в следующем видео. Ну что, друзья, тогда поехали. Видим, что у меня сейчас, ребят, все удалено. Я удалил и скачал игру заново для того, чтобы показать вам все наглядно. И сейчас я это сделаю. И сейчас, ребят, прям при вас я восстановлю свой аккаунт. Здесь, короче, как всегда, нам предлагают разблокировать, открыть свой сундук. Ну это всегда, как только скачиваешь игру, чтобы у нас были какие-то первые персонажи, первое золото. Ничего, короче, в принципе, сверхъестественного здесь сейчас нету. Хочу по-быстрому это все пройти. И теперь, ребят, самое главное, это пройди во вкладку настройки. Вот она, друзья. Дело в том, что в самом фраге очень странно действует привязка к аккаунту. Я сам когда-то столкнулся с этой проблемой. И я сам ее, ребят, решил. Мне было нет ни одного видоса по этой теме. Я сам кое-как реально раздуплился, как это все делать. Потому что мы очень часто бывает, может быть... Знаете, как обычно в играх мы заходим, да, например, даже с разных устройств на один и тот же аккаунт в одной и той же игре. Ну и как бы все нормально работает. А здесь, ребят, не так. Вы можете здесь на одном устройстве прокачивать свой аккаунт в одно русло, а на другом в другое русло. Я вам объясню, ребят, как делать так, чтобы эти два аккаунта сосуществовали как единое, целое. Потому что, ну, я сам по себе знаю, когда я раньше снимал через ноутбук, а играл через телефон, как сложно это все-таки все делается. Значит, друзья, теперь смотрите. У меня сейчас нулевой аккаунт, и я хочу вернуть свой аккаунт обратно. Первое, что мне нужно делать, это перейти во вкладку улучшенный и нажать подключить. После чего, ребят, у меня будет сейчас происходить привязка к моему аккаунту. Но все равно, ребят, сам аккаунт у меня не установится. Потому что здесь нет как таковой привязки. Здесь есть сохранение облака в аккаунте, ребят. Вот видим, что у меня все подключено, но аккаунт не возродился обратно. Поэтому, друзья, теперь мы берем и нажимаем сохранение облака в такой настройке, как разное. Нажимаем и, видите, найдено сохранение игры уровня 9. Это, ребят, мое. И теперь мне надо подождать, наверное, секунд 20-30 для того, чтобы они восстановили мой аккаунт обратно. Сейчас, ребят, многие мне писали о том, что удалили игру и не могут восстановить свой аккаунт. Я пытался им объяснить, ну, написал, как это все сделать. Но они говорят, что вроде как ничего не делается. Вот, ребят, наглядно вам показываю, как это делается. Сейчас, ребят, мне будут предлагать им в Фейсбуке вступить в их группы. Я и так в их группе состою. Не знаю, почему, но постоянно мне все равно вот это пишет дичь, выбивает. Это делать, ребят, не обязательно. Просто пролистываем это и все. Все, ребят, мой аккаунт восстановлен. Вот так вот, друзья. Правда, он все равно у меня восстановился не до конца. Я на прошлом видео, по-моему, открывал этот сундук. Да, я, по-моему, на прошлом видео открыл. Но, видите, все равно вот чуть-чуть того, что я еще проиграл, оно все-таки не сохранило. Значит, друзья, следующее. Что делать, если вы играете на двух устройствах? Поэтому, смотрите, каждый раз, как вы проиграете какую-то катку, что вам нужно будет сделать? Вам постоянно нужно будет сохранять все в облаке. Потому что, если вы не сделаете сохранение в облаке, зайдете через другой аккаунт, у вас будет прокачка идти та, с которой вы только начинали. То есть, на одном устройстве у вас, например, прокачка будет там пусть 3000 кубков, да? А на другом устройстве вы набили уже 4000 кубков. То вы все равно с другого устройства будете играть на ту прокачке, там, где у вас 3000 кубков. Поэтому, ребят, как только вы будете выходить из игры и откроете сундуки и все это дело, обязательно делайте сохранение в облаке. И когда вы будете заходить через другое устройство, тапаете сразу в первую же очередь сохранение в облако. Потому что все равно вам придется И тогда вы должны будете таким же образом Как только что это сделал я Обратно восстанавливать свой аккаунт Здесь нет такой подключения Как у других играх Там где заходишь в другого устройства Все, оно сразу показывает Ту прокачку, которая есть Здесь так не действует Вот сейчас я наиграю еще 1000 кубков Мне надо будет сохранить это в облаке Зайду через другой аккаунт У меня будет все равно На 1000 кубков меньше И тогда мне надо будет обратно Зайти в укладку настройки И нажать сохранение в облаке Для того, чтобы не восстановить ту прокачку То есть всегда тапайте сохранение в облаке Абсолютно всегда Теперь, ребят, следующее Лично я, как вы видите Поубирал все вот эти галочки Сундук можно открыть Участнику нужно пожертвование Участник команды в сети Меня задрали эти смс-ки Которые постоянно приходят Кто-то что-то написал в клубе У меня в клане Кто-то еще что-то Открыть можно сундук Ребят, это все энергозатратно для игры То есть это Оно может быть Знаете, там минимально Да, все это тащит Но все равно Это нагрузка на игру Поэтому я это все, ребят, поубирал Во-первых, это мне не надо Во-вторых, это и вам не надо Зачем захотели Сами зашли Все, что надо Оттапали Все, что надо Забрали Поэтому, ребят Ослабьте немножко игру Если у вас сильно лагает Уберите все эти галочки тоже Третье, ребят В игре нету пинга Здесь есть оптимизация Если у вас пингует сильно Это может быть по двум причинам Первая у вас слабый интернет И вторая проверка области Ребят, видите, у меня внизу написано Проверить область На данный момент у меня русская область Но мне подходят две области Так как я живу в Украине Мне подходит еще и европейская Поэтому, друзья Обязательно, когда вы заходите в каждую игру Область, она всегда сбивается Это сейчас она у меня вроде нормальная Но каждый раз, когда я захожу Мне показывает вообще какую-то Я не знаю даже, что тут за страна Какую-то вообще левую область Пингом 500-600 Просто нажимаем проверить область И нам восстанавливает ту область Самую подходящую для нашего восприятия игры Чтобы не было особых таких лагов И тому подобное Ребят, поэтому еще раз говорю Во фраге очень много есть проблем Которые не связаны с оптимизацией Это просто сама внутриигровая проблема во фраге Так, ну, вот эти экспериментальные, ребят Я не могу им воспользоваться Так как для этого надо иметь доступ К самому высокому качеству Я не играю на самых высоких качествах Игра и так подлагивает Поэтому, ребят Здесь я вам ничего рассказать не могу Во вкладке разное Как видите, есть качество графики Вот я играю в основном на обычном Есть еще высокая и очень высокая Очень низкая и просто низкая Но я играю, ребят, на обычном Короче, при вот таких вот настройках, ребят Я на данный момент снимаю видео Еще, друзья, у нас есть, видите, меню частота кадров Внизу, видите, вот там, где битва частота кадров И меню частота кадров Меню можете сбавить как можно ниже Дело в том, ну, зачем вам меню? Вот зачем вам меню? В меню хорошая частота кадров Это в игре надо, чтобы была хорошая частота кадров Поэтому, ребят, для того, чтобы игра более лучше функционировала Обязательно убирайте Я убавил до 30, но вы можете вообще хоть до 10 сделать Оно не сильно играет роли Вот это вот меню, но оно вам просто незачем Незачем вам здесь, чтобы было 60 Ну, это, как по мне, будет слишком много И слишком жирно Но игру надо, ребят, все равно немножко ослабить Особенно, если у вас вообще Слабое устройство Ребят, у меня 9-ый андроид И у меня даже лагает Поэтому как-то так И обязательно, ребят, нажимайте сохранение в облако Здесь, видим, есть миникарта Вертикально можно сделать горизонтально Но у меня выставлено вертикально Мне так больше нравится И чувствительность прицела у меня 14.9 я сделал И мягкий захват у меня 10 как был, так и остался Автор стрельба, ребят Это означает, что вы будете стрелять вручную Не будет никакой ни автонаводки, ничего Звуковые эффекты, музыка Думаю, здесь объяснять ничего не надо И здесь, видим, есть какая-то Инвертировать ось Я не знаю, если честно, что это Надо будет проверить, если честно Даже самому для себя просто-напросто интересно Видим, тут можно выставлять языки И есть поддержка Поэтому, ребят, если у вас какие-то проблемы Обязательно пишите в поддержку Так, а о чем я еще забыл вам рассказать Значит, как восстановить его аккаунт Я вам показал Как играть с двух устройств Вроде как объяснил Так, а каких? А, еще Мне писали о том, что когда заходишь в игру Есть проблемы с черным экраном И вылетом игры Ребят, я с таким не сталкивался Вот что-что Черного экрана у меня в игре не было И У меня не вылетало Поэтому, ребят, еще раз говорю Сделайте, уберите абсолютно все галочки И снизьте Вот это Даже частоту кадров, в принципе, даже здесь Вы можете снизить на 30 В принципе, для игры это нормально Просто я записываю видео Мне поэтому желательно Чтобы для вас Для качества стараться А так бы Я вообще, наверное, мог бы играть На очень низком Хотя на очень низком Ивент, кстати, тоже лагает Между прочим Я пробовал Ну, вот, как-то так Так, вроде о всем, что мог Я с вами поговорил Настройки объяснил Как играть Как восстановить аккаунт Тоже вам объяснил Поэтому, ребят, обязательно Тапайте вот это Сохранение в облаке Вот видите, я не тапнул Перед тем, как удалить И у меня было больше, чем 11 тысяч кубков А теперь у меня 10968 То есть я потерял Я даже не знаю, сколько я там Кубков потерял Ну, немного, в принципе Но все равно потерял Кстати, этот сундук я уже открывал Открываю второй раз И да, друзья Мне было задали вопрос Что будет, если, например Открыть сундук Мне не понравилось, что там выпало И взять Удалить игру Скачать заново Ну, таким же образом Открыть этот сундук заново Ребят, каждый сундук Имеет постоянно Одних и тех же героев То есть Если вы откроете этот сундук Два раза Вы можете даже Это проверить На двух устройствах Откройте на одном устройстве Потом зайдите на другое И на втором Вам выпадет тупо Одинаковые герои То есть в каждом сундуке Ребят, уже заложено Определенное количество героев Вот так вот, друзья А, да Еще, друзья Но это уже будет Такой, знаете Немножко Читерный вам совет Как вам можно Набить кубки Ребят Просто отключите интернет Ребят Эта игра тянет Без интернет Ивенты Оно без интернета Не тянет Сезонные абонементы Тоже не тянет Задание тянет И кейсы тянет Сундуки тянет Именно из-за того, ребят Что оно тянет Сундуки Вам даются все равно Сундуки Даже если вы играете Без вайфая Поэтому Без разницы Вы будете удалять Сколько бы один Тот же сундук Не открывали Там уже, ребят Все заложено В каждом сундуке Кто что должен выпасть Просто выключаете интернет И играете себе На здоровье Набиваете себе Кубки Но на ивент Ребят Такие как Вот это онлайн И у нас с боссом Это не влияет Без подключения к сети Вы здесь Ну тупо Ничего не сделаете Вот Как-то так Ну а здесь Ребят То же самое Так А чем я еще Хотел поговорить А вроде бы Больше ничего Кстати, ребят У меня есть свободные места В моем клубе Эксперавид Подписываемся Ой, подписываемся Ну да На мой канал Тоже подписываемся Ребят Немножко уже Затурканный Если у вас 2000 кубков Имеется У меня прием От 2000 кубков То добро пожаловать Так Давайте попросим Какую-нибудь сейчас Карту Ну вроде бы Ребят Все Обо всем чем хотел Я в принципе Поговорил Так, а что На мне карту Давай просить Все, давайте Какую-то Наугад какую-то А нет Эпическую Можно А кого мне Ой, я хочу Бота 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 Иди сюда Точнее солдатрон Все, друзья В принципе О чем я хотел С вами поговорить Я поговорил Самые-таки Основные настройки Обязательно Проверяйте Область Обязательно Ребят Следите за Сохранением В игре И все у вас Будет топчиком Ну вы, ребят Были на канале Экспира вид Не забывайте Посмотреть рекламку Поддержите Мое видео Монетизацией Если кто Захочет Задонатить Ребят То не забываем Ваши инициалы Появятся в следующем Видео А также в итогах Когда я буду снимать Каждый месяц Итоговое видео Вы там Я обязательно Всех поблагодарю Не забываем Поставить лайк Подписаться на мой канал И всем спасибо Ребят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok